здорово мужики короче такую беду мне сделали на сто проблема была в том что потек масляный фильтр в предыдущем видео показывал по этому соединению где колечко это типа и что получилось хотели открутить он был сильно зажат зажал предыдущий работник с того и когда сильно откручивал большое усилие применял следующий работник задел вот эту трубочку и повредил это вот смотрите здесь уже у нас промазано герметиком пытались колхозе чтоб хоть как-то временно до 100 доехать да вот это пластиковая трубочка я сейчас наложу фото как она выглядела до замазки и там трещина вот есть такое слабое место поэтому если будете сами менять масляный фильтр да он в труднодоступном месте здесь трубки шланжики поэтому предупреждайте сервисменов и что на вас ответственность чтобы не сорвали ну не поломали эту трубку пластиковую по ней циркулирует антифриз вот за теплообменником она идет ее найти наверное будет сложно но вроде как нашел я сейчас для замены и функции и не очень непонятно ну и почему я сам не меняю масло и фильтр как некоторые в комментах пишет потому что мне на это нету времени нет условий нет ямы а сливать лучше с поддона они через щуп высасывать об этом я расскажу попозже вот так что жду мастером будем сначала снимать ну вроде заказал жду пока прибудет эта запчасть вот такие дела так что будьте внимательно осторожны не повторяйте наших ошибок как тянуть машину на буксире может кому-то интересно вот как мы сейчас данном случае вставляете до конца карточку чтобы не блокировалась рулевая колонка ну будет ошибка потому что машина заглушена двигатель не работает но она едет поэтому вот будет ошибка по отключена система и спи и вот можно ехать до тормоза конечно дубовые они почти никакие руль тяжелый на маленькая скорости но тянуть можно ну вот друзья купил эту трубку привезли из минска мне и кому интересно саксофон этот здесь вот в этой части была трещина над ломили вот здесь и утекал антифриз получается через эту трещину так что тоже еще раз напоминаю будьте внимательны и проверяйте работников когда вам меняют масляный фильтр чтобы случайно не задели нет ломали номерочек и оригинальный кому не дай бог она пригодится понадобится лучше конечно чтобы все было целое и родное так вот ее номерочек 82 как резкость найдется 8200 261 590 стоит она 30 белорусских рублей с разборки в минске брали и мне сюда вот доставили теперь я повезу ее мастеру одному из самых лучших у нас в гомельской области по ремонту рено так ну вот смотрите мужики какой доступ туда непростой пришлось снять генератор компрессор кондиционера не снимать просто болт крепление выкрутите немного сдвинуть его в сторону вот я сейчас туда телефон засунул для того чтобы снять для того чтобы снять это вода плиту на которой лучше более доступу потому что патрубок вот делали мне делал эти работники на стол где-то стоит и то есть для того чтобы я визуально видел что воно встала на место так вот я сейчас туда телефон засуну я покажу что там вот до компактно все сделано так французы натиснили поэтому вот видите такие дела с большим разбором никто бы не подумал что надо генератор снимать и такой кусок работы а еще может быть проблема такая что понадобится прокладки какие-то новой ли на герметик ну это теплообменник или что теплообменник до колечки там нормальная может добавить трохи герметика мельска и вот смотрим внутрь теплообменника что нет никаких отложений коррозии потому что смешивая антифриза бывают проблемы здесь здесь тоже кольцо нормально и здесь более-менее все живое хотя и пробег 256 тысяч километров в этой машины сняли опору посмотрим за дно не порвано ли это ядра опора тут все нормально резинки целая вот заодно сняли генератор сейчас проверим амбонку возвращается крутится можно эту твердкой просто показать да здесь зафиксировать крыльчатку слышно слышно шумит но это нормальный шум до в общем все собрали поставили на место вот она старая трубочка это там видно вот она еще более грязно у меня тут все чистенькая вот здесь у меня была поломана сейчас покажу как это вот выглядит это место излома на этой трубочке моей вот это надо было так вот задеть стукнувшие почти полностью отломать вот линия излома такая получилась ну и функция этой трубки уже стало понятно ее задача подводить антифриз к теплообменнику короче останется помыть двигатель от антифриза потекшего от масла и собрать поставить все крышечки вот кстати по поводу этой нижней крышки хочу сказать что довольно таки сложную было снимать я провозился с ней минут 15 дело в том что вот эти провода не хочется повредить она так плотно там сидит и мешал мешали вот эти косы проводов и и вытащить но в общем я доволен работой все нормально все сухонько не течет ну на этом все здоровья вами вашим машинам до свидания